Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В нашей студии Леонид Хапугин, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Обязанности по предупреждению правонарушения несовершеннолетних взлагались на органы внутренних дел на протяжении всего срока их существования. Еще в 1921 году была создана комиссия по улучшению жизни детей под председателем ВЧК Дзержинского. А уже в 1935 году было принято постановление ВКПБ и Совнаркома от 31 мая 1935 года, которое называлось «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», которое положило начало созданию подразделений по делам несовершеннолетних. А как вы думаете, в какие годы работы было больше всего? Потому что кажется, что молодежь прошлого века была более мобилизована, более воспитана, что ли? Во все времена работы хватает, но практика показывает, чем сложнее, допустим, социально-экономическая ситуация в стране, тем, естественно, забот меньше. И вот вопросы безнадзорности и беспризорности, они, скажем так, наиболее остро встают именно во времена каких-то тяжелых испытаний. Вот, допустим, касаясь как раз исторического аспекта, я хотел сказать, что во времена, когда Великая Отечественная война началась, вот в этом году мы 70-летие как раз Победы по-разному, значит, наиболее обострилась вот эта проблема беспризорности, безнадзорности. И вот как раз в это время, в 1942 году, начались при отделах милиции, начали создаваться детские комнаты, которые в 50-м году уже были созданы напрямую, стали называться детские комнаты милиции. Но вот тогда это была безысходность, и дети прекрасно понимали, почему они остались одни. Сегодня, когда мы видим ребят, которые не нужны своим родителям, очень больно и грустно на самом деле. Как происходит ваше взаимодействие? Как вы с такими ребятами работаете? С детьми, в принципе, сложно, особенно если они замкнулись, закрылись и никому не доверяют. Налажено у нас взаимодействие и с органами образования, и, значит, наши инспектора работают в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вот, это и методы общей профилактики, когда проводятся какие-то рейды, мероприятия, там, допустим. Давайте приведем пример последних акций интересных. Ну вот, буквально две недели назад, значит, проводилась акция у нас, называлась «Полиция на страже детства». Был создан у нас в управлении, значит, детский телефон доверия, значит, на котором осуществляли дежурство в течение дня, значит, наши сотрудники, подразделения по делам несовершеннолетних, там, с других структурных подразделений, ГИБДД в частности. Потому что много вопросов возникало по, допустим, вот сейчас актуально летнее время в управлении скутерами, вот этим мотоциклом, дети много ездят. Вот, с органов образования, значит, были вопросы по организации летнего отдыха, сейчас вот будет тоже у нас актуальные вопросы эти. Вот, и мы отвечали, скажем так, в режиме онлайн, отвечали на вопросы, которые задавали, как подростки звонили, так, допустим, были звонки от директоров школ, от граждан, там, по тем или иным различным вопросам. Был такой вопрос, один раз девочка позвонила и сказала, говорит, мне на следующий день, завтра наступает 18 лет, обязан ли я слушаться своих родителей и выполнять их требования? Что бы ей ответили, сразу интересно. Вот, и, ну, естественно, мы сказали, что все в рамках правового поля, в рамках закона, когда 18 лет будет. То есть вопрос-то не то, что слушаться, а имею ли я право гулять после 22 часов без разрешения родителей. Ну, естественно, 18 лет исполнилось, соответственно, значит, ответственности уже не будет. Вы знаете, мне в 18 лет было абсолютно не страшно гулять по нашему красивому вечернему городу. Сейчас в своем возрасте, правда, честное слово, вот начинает смеркаться, лишний раз на улицу лучше не выходить. Ну, я знаю просто, что происходит в большинстве случаев. Что бы вы сказали ребятам, которые действительно искренне ждут своего 18-летия, чтобы почувствовать себя взрослыми, не понимая, что за этим кроется? Органы полиции принимаются все меры для обеспечения безопасности, создания условий именно для этих лиц, создания условий, чтобы они могли безопасно чувствовать себя как на улице, так и дома по месту жительства, в семье. Вот, как я уже выше говорил, значит, для этого имеется широкий спектр, значит, как полицейских методов работы, так и педагогических, психологических методов. Давайте по фактам, часто комендантский час нарушают? И кто виноват, в первую очередь, дети или родители? Ну, ответственность подвергается, привлекаются родители, конечно же, которые в силу, скажем так, своей обязанности должны, значит, заниматься воспитанием, да, и следить за, скажем так, за нахождением ребенка, где он находится. А как правило, задерживаются ребята из благополучных семей или все-таки нет? По тем или иным причинам ребенок после 22 часов, скажем так, вот, если говорить о конкретном времени, может находиться дома. Значит, одни из них гуляют, другие, допустим, возвращаются поздно. Такие случаи были, возвращаются там из секций каких-то, то есть не успели там, где-то задержались там со своими сверстниками, встретились там. В текущем году, благодаря, принимаем, скажем так, усилиям органов внутренних дел, в том числе, значит, ситуация с подростковым криминалом удается удерживать в рамках, скажем так, правового поля. Вот, имеются определенные позитивные тенденции. Вот, допустим, в текущем периоде у нас практически на 20% снизилось число совершенных несовершеннолетними правонарушений. Сейчас в настоящее время у нас на учетах состоит свыше 800 подростков, более 600 семей неблагополучных, так называемых. Значит, широко, если говорить о полицейских методах, используются возможности административного законодательства. Вот, в частности, допустим, свыше 1700 протоколов на родителей составлено за ненадлежащее воспитание своих детей. По применению, значит, уголовно-правовых норм 9 составов уголовно наказуемого неисполнения воспитания несовершеннолетних связано с жестоким обращением. К сожалению, у нас выявлено в текущем периоде на территории региона. Как вы думаете, это связано все-таки с экономическим каким-то положением? Мне кажется, если ты любишь своего ребенка, если ты понимаешь, зачем ты заводишь детей, все как-то по-другому строится, ну, на мой взгляд. Ну, в каждом случае причины могут быть разные. Но в основном, в основном, конечно, вот социальные какие-то причины. Разменяли уже 9-й десяток, пройдет юбилей, нужно работать дальше. Какие планы? Сейчас вообще, в принципе, органы внутренних дел работают в режиме реформирования, в частности, подразделения по делам несовершеннолетних. Значит, постоянно производится, ведется поиск новых форм и методов. Но главный упор, конечно, будем строить на взаимодействии с органами власти, с комиссиями по делам несовершеннолетних, вот эти направления. Краткий совет несовершеннолетним, который нас сейчас смотрит. Ну, во-первых, они могут обратиться в уровень внутренних дел за советом к нашим сотрудникам. Потому что, допустим, во-первых, если говорить, допустим, о кадровом составе. Во-первых, у нас свыше 90% работают сотрудники женщины. То есть просто даже в какой-то сложной жизненной ситуации подойти, они помогут советам. По кадровому составу, допустим, от 3 до 10 лет у них стаж работы. То есть сотрудники, сотрудницы в данном случае, обладают достаточным опытом, чтобы в той или иной ситуации что-то посоветовать. Во-первых, они сами мамы, им проще. Да, они сами мамы, это в этом плане, это вот самое главное. Ну что ж, удачи вам, хорошо вам провести это лето, чтобы работы все-таки было поменьше. А вы, ребята, не нарушайте закон. Это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова